Здесь, чтобы выйти с пирса, надо нажать кнопочку и быстренько пойти и открыть дверь. В какую сторону пойдем? В эту? Да, в той мы уже были. На самом деле здесь, в какую сторону гляди, везде. Все прекрасно. На верху дорога, а вон там выше еще одна дорога. Обычный классический серпантин. Сейчас там хорошо мы сюда ехали. Это Витя красочно рассказывает о том, как мы сюда вчера добирались. Больше четырех сел ехали? Да, мы ехали сюда. Это только на автобусе из Анталии. Четыре часа здесь можно. Ну, можно, пожалуйста. Вот, Витя засек. Серпантин здесь, конечно, жесткий. А местные водители, по-моему, этого не ощущают вообще. Несутся, навстречу выезжают, не стесняются. На серпантине, представляете, полностью на глухом повороте, где вообще не видно, кто там навстречу. Ну, к счастью, все обошлось, конечно. Но нам, сидящим впереди, было страшно. Смотрите, это конец ноября. А здесь такая вот прекрасная середина нашего московского лета, я бы сказала. Только без людей. Что очень приятно. Смотрите, какой здесь большой красавец стоит. Ну, если я его приближу, то вся мачта не войдет. Вот такой вот огромный. Даже не яхта, корабель целый. Здоровый корабль с огромной толстенной мачтой. С пятью рядами краспиц. Наверное, на зимовку он здесь. А вот мы прогулялись и нашли выход из бухты. Как раз-таки за пирсом бетоном с этими огромными яхтами. Какая бухта замечательная. Представляете, штиль. Погода просто, я не знаю, просто фантастическая. После московского нуля с постоянным дождем. Это вообще невероятная погода, кажется. Вот нашли старую цепь. Она от ржавчины прям, я думала, даже деревянная в какой-то момент. Это металл? Уже нет. На вид это дерево. Это уже гидроксид. Это ржавчина. Такой вот слой ржавчины. Не доламывай, а то сейчас скажешь, чем он цепь сломает. В общем, в короче самое слабое звено. Вот так вот. Цепь с одной стороны. Здесь делаем пирс. Причем ульяна, место его присоединения явно свежее, чем сама цепь. По крайней мере, пока я смотрел. Ульяна, может просто не ржавейка или азинговка? Цепь уходит. Куда-то. В море. Можно, да. После небольшой прогулки мы возвращаемся на наш причал. У тебя волшебная карта. Не нужно пустить? Тебе нужно приложить ее. Уход на причалы. По картам. Ягодей почти нет, потому что все на зимовку поразъехались. Хорошо, красота. Яхты есть? Где-то нет. Ну, кое-где есть признаки жизни в виде полотенец. И тапочек присутствует. А вершины в 23-м жизни? Может, они тоже на зимовке. А мы идем вон туда, где скучает тузик. Как рыба, выпеченная грудой. Грустит. Мэль был в Австралии. Янис Бодрум. Может, кого-то такая просто в каюту? А, ну, здесь вместо ладья. Ну, тут вместо есть ли? Дверца, ведь имеет вот эту дверцу лежит. Я думаю, это вместо... Блин, как его называть? Заход. Щит, щит. Место брендер-щита, да? Да, вместо брендер-щита. Я не вижу яхту, на котором. А, ну, скорее всего, яхта просто... Ушла. Без дверей, без окон, без дверей. А вот, смотри, встанут. На катамаране. Скучает котик. Не скучает. Он наслаждается. Он нас увидел. Услышал, глаз сам поднял. Услышал слово котик. Машина, сейчас делаю еще. Хорошо. Пластик, пластиковый тюзик. Ага, и уж как в ванной. Вот сушатся наши плотиночки. И мы пришли. А вот и яхта, на которой мы гостим. Сиреники Маловского. Это тапочки, часть из котовых наших. Сейчас мы раздумемся. И зайдем на яхту. Чтобы задрогать. Витна. Секунду. Ай, пирс холодный. Так, мы по каше. По городу каша. Идем к каше. Ну, точнее, мы не ищем. Он покажет здесь магазин. Так, мы закупились продуктами. На 4 дня. Нет, это еще не все. Там еще нам должны овощи достать. Да, нам же 12 должны привезти еще. Ну, пока мы спимаем. Пока мы заканчиваем делать покупки. Пород очень интересный. Такой маленький. Такой, не знаю, приятный-приятный. Очень приятный. Сирены конкуренты. Адвокаты. А мы вот с сумками возвращаемся сейчас в Марину. Кажется, что в Марину. Потому что нам еще должны овощи доставить. Мы тут никогда не пользовались доставкой. Хозяева тоже. Но мы что-то столько овощей набрали. Если бы мы их потащили, то в магазин мы уже не смогли зайти. Посмотрим. Как сюда фарф. Возможно, мы пользоваться и другие же не будут. А здесь свалка. Старых кораблей. А накрылись обычно на эту самую. При выходе. Линия расстались. Не, ну, ты знаешь, что мы идем редко под буш-критом? Ну, я что? Под чем? Смотри, видишь? У него кильки рюкет. Не знаю, зачем. Ну, это сетка раньше использовалась как квартира. То есть ты садишься на нее, делаешь свои дела. И все, что у тебя попало во время похода на корабль, просто смывается встречной волной. Ну, вот теперь все наши подписчики будут об этом узнать. А ты если ты выложишь, то это счастье. Выложу, выложу. Я надеюсь, хорошо все записалось. И звук не будет мешать шипение инструмента. Вот так идешь, идешь. А здесь играет курица на тротуаре. Он как кошка, и даже не убегает от нас. Так, это вход в каш сетчурбами. Здесь такой охрана. Причем, охрана не символическая. Вчера мы когда приехали, нас сразу спросили, куда мы, зачем. И когда мы просто назвали на своей яфте, на которой мы приехали в гости, нам сразу сказали место и ряд. Молодцы, ребята, все знают. Такая очень приятная территория. Чистенько убрано, с утра все бальки чистят, подлетают. Короче, все замечательно. Очень здесь нравится. По ценам попозже скажу, когда сама сормиентируюсь. Для тех, кому интересно это будет, конечно. Здесь на территории даже есть супер-марфетки, игры с кафешки. Ну, какие-то еще магазины. Причем они здесь еще дешевые туалеты в сторонке. Все чистенько, комфортно. Цивилизация, одним словом. Ну, не говоря уже о шикарной природе. Перед походом мы сдуваем тузик. А почему перед походом сдуваем? Мы тоже сдуваем, чтобы он нам не мешался. Его можно положить на бак спереди. Но ты, знаешь, захочешь там полежать. Ну да, короче, куча места занимает. На небольшой яхте. Ведь ты помогать хотел с тузиком. А он сдулся без тебя. Процесс сдутия тузика в самом разгаре. А просто не помешал бы еще один человек. Я думала, коктейльчик. Как ты? Вам еще рядом бутылку положить открытую. Знаете, и картина будет. Так, а тапки мы забираем? Да. Насос электрический или нажмой? Нажмой. Зарядка будет зала. Юль, ты будешь тузик накачивать. Ведь ты бы карту засунул посильнее, а то он потеряется. Кого? Карту. Вот так выглядит сложный тузик. Да, будет он тяжелее. Воздух тяжелый? Да. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok